Проводим очередное открытое заседание Совета депутатов на господинской области Баганской. В соответствии со статьей 21 регламента на открытых заседаниях ведется аудио-видеозапись с последующим размещением в сети интернет. В состав Совета депутатов избрано 10 депутатов. Сейчас присутствует 7 депутатов. Один депутат Копцева-Паскова и два депутата Граськина Сергея Сергеевича Седачева и Юлия Владимировна отсутствуют по уважительной причине. Таким образом, к воруму для проведения заседания Совета депутатов имеется Совет депутатов в рамомочи. Есть предложение в начале заседания Совета депутатов. Прошу проголосовать за это предложение. Кто за? Спасибо, принято. ...вот о работе, что так и деятельности ГУЖИЧНИ Донского района. Основной деятельностью учреждения является осуществление мероприятий по реализации на территории Донского района задач надежного, безопасного и качественного предоставления жилищных, коммунальных и прочих услуг, включая управление многоквартирными домами, а также благоустройство территорий, содержание объектов коммунальной и инженерной инфраструктуры. Жилой фонд района составляет 185 домов, с которых 143 дома находятся в управлении ГУЖИЧНИК. В районе сферимировано 5 мастерских участков. Одной из основных наших задач является животное подготовка домов к весенней и зиме эксплуатации. В соответствии с утвержденным графиком, были подготовлены к эксплуатации сетей, требуемой незадолженности к ГУЖИЧНИК осуществляют следующие мероприятия. Информационное оповещение, направление уведомлений, претензионная искровая работа, исполнительное производство. Кроме того, в целях снижения задолженности граждан за жилищно-коммунальные услуги, в службу судебных приставов устанавливаются ограничения на временный выезд за пределы территории Российской Федерации. Проводится мероприятие по объединению транспортных средств, принадлежащих Дежинка. Денина Александровна, скажите, пожалуйста, кто несет ответственность за газовые сети и газовое оборудование многоквартирных домов? Управляющая компания несет ответственность до водного вентиля в квартирах. Все, что дали от вентиля, это зона ответственности жителей. Ремонт каждой колонки, ремонт газовое оборудование, это все за счет средств собственников. Спасибо. Можно вас сказать? Ирина Александровна, кто должен менять электросчетчик? Собственник или управляющая компания? Мосэнеркспорт. Мосэнеркспорт. А скажите, пожалуйста, может ли управляющая компания осуществлять проверку счетчиков воды? Мы не можем, управляющая компания не может осуществлять, так как нет лицензии. Данный вид работы выполняет организация, имеющая лицензию на данный вид. Мы очень тесно сотрудничаем и всегда прям по первому звонку выполняется буквально все и даже больше. Спасибо. Вопрос такой, предоставляется ли субсидия на запорные устройства шланбаумы людям, которых мы подтверждаем? Так, конечно, предоставляется 100 тысяч рублей на каждый шланбаум. Вопросов нет? Еще раз спасибо за работу. У меня вопрос. Подскажите, пожалуйста, задолженность по оплате коммунального кисунка за 2022 год выросла только на уменьшение? Уменьшена, смотрите, специально. С момента, как мы начали плотную заниматься, сейчас вот Эрина сама указала, что задолженность 22 миллиона, было 60 миллионов задолженность. То есть колоссальная работа. То есть за это время гораздо улучшилось, на мой взгляд, качество обслуживания домов, родных территорий и так далее, и так далее. Но самый главный показатель, который я могу отметить, мы все больше и больше получаем просьбы, и вы, в том числе, уважаемые депутаты, если раньше была тенденция, жители многоквартирных домов хотели перейти в другие частные управляющие компании, то сейчас тенденция на оборудование. Я могу, что находится у вас в руках, заслушав в соответствии с законом города Москвы, номер 39, о наделении органов местного самоуправления муниципального круга в городе Москве, отдельными полномочиями города Москвы, информацию руководителя Государственного бюджетного учреждения города Москвы, жилищного Донского района, Баруэрлию Александровну, о работе учреждения в 2022 году, Совет депутатов муниципального округа Донской решил принять сведения и информацию руководителя ГБУ жилищного Донского района, о работе учреждения в 2022 году. Продолжение следует...